Так вот, о чем я говорила? Потому что он заслуживает отдельного внимания. И что мне теперь делать с этим кремом? Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с новинками, которые у меня появились в уходе. И, кстати говоря, кого-то из вас я смогу с этими новинками познакомить прям очень близко, потому что в этом видео также еще и будет конкурс на все, о чем я буду сегодня говорить. Поэтому досмотрите это видео обязательно до конца, чтобы узнать, как участвовать в конкурсе. Но и сейчас без лишних прелюдий я предлагаю перейти к обзору этих средств, потому что тестирую я их уже очень долго, еще с начала января. И мне есть о чем вам рассказать. Мы также с вами обязательно разберем состав. Естественно, я была бы не я, если бы я ни слова не сказала о составе. Поэтому давайте приступать. Мы сегодня с вами поговорим о марке Pratian. Это корейский бренд. И первое, что я хочу вам показать, это гидрофильное масло. Оно у них называется Triple Oil, то есть тройное масло. И это обыгрывание внешнего вида, скажем так, этого масла, потому что оно здесь разделено на три цвета. Сверху такой лимонный желтый, потом оранжевый и снизу розовый. И когда вы все это смешиваете вместе, у вас получается такой красивый цвет нектарина. С появлением гидрофильного масла вообще в принципе, я считаю, что наша макияжная жизнь стала гораздо проще. Если вы никогда не пользовались гидрофильным маслом, вот сделайте себе одолжение и обязательно попробуйте. Потому что с помощью гидрофильного масла, наверное, проще всего снимать макияж с лица. Это настолько стало простым занятием. И более того, что мне еще нравится в плане гидрофильного масла, так это то, что не нужны никакие расходники в плане ватных дисков, ватных палочек, каких-то салфеток и так далее. Для того, чтобы полностью очистить лицо от макияжа, достаточно просто в ладошку выдавить одну или две помпы, в зависимости от того, насколько у вас интенсивный макияж. Можно распределить это между ладошками и прямо на сухое лицо, начать массировать лицо. Таким образом, весь макияж, независимо от того, какой он у вас стойкий или не стойкий, он начинает разрушаться, разбиваться. И после того, как вы уже расплавили весь макияж на лице, можно немного смочить руки и потом влажными руками еще пройтись. Тогда масло превращается в пенку и после этого просто элементарно вы это все смываете и лицо идеально чистое, просто вот так. Что касается конкретно этого гидрофильного масла, то у него есть, конечно же, ряд преимуществ. Первое и самое, наверное, такое поверхностное, это его внешний вид. Вот согласитесь, его даже прятать не хочется, он очень симпатично выглядит. Второй его плюс заключается в том, что оно очень, очень, очень экономичное. Я пользуюсь этим гидрофильным маслом вот уже два месяца и посмотрите, вот сколько я всего-навсего использовала. И третий плюс уже более объективный, потому что я об этом рассказывала в первой половине видео, это то, что гидрофильное масло очень хорошо работает для снятия макияжа и вот это абсолютно не исключение. Очень просто разрушается любой макияж, водостойкий, стойкий, профессиональный, клей для ресниц, какие-то стойкие подводки. И вот абсолютно ему не важно, что снимать с вашего лица, это средство 100% справится. Вот у меня не было ни одного раза, когда мне нужно было подключать какие-то дополнительные средства для того, чтобы снимать макияж. Что же касается минусов этого средства, то для меня это один единственный минус, и это его состав. Потому что состав, к сожалению, не универсальный, то есть не для всех этот состав подойдет. У него в состав, к сожалению, входит минеральное масло и также спирт. Если у вас кожа чувствительная, если у вас кожа склонная к окне, то для вас эти два ингредиента крайне нежелательны в уходе, поэтому я не рекомендую вам использовать это средство. Я, например, для себя оставила это средство на те дни, когда я делаю очень такой насыщенный макияж. То есть не просто дневной, который можно потом одним ватным диском с мицеллярной водой смыть, а когда на мне очень много косметики, это какой-то вечерний макияж или макияж для видеосъемки, или для какого-то события я делала какой-то определенный образ, в общем-то тогда это просто очень легко, очень быстро. В общем-то, что я здесь хочу сказать? Если у вас есть негативная реакция кожи на один или оба этих компонента, я вам, конечно же, не рекомендую это средство. Если же вы никогда не замечали негативной реакции на этот состав, или в принципе вы никогда не замечали негативной реакции ни на одно средство, тогда однозначно можете попробовать, потому что именно работает это средство действительно очень хорошо. А теперь я хочу перейти к звезде сегодняшнего видео, и это увлажняющий крем от Pratian, который так называется просто Moisturizing Cream. И перед тем, как я начну рассказывать об этом креме, давайте я вам быстро расскажу, какой у меня тип кожи, чтобы вы потом понимали, насколько для вас актуально то, что он делает конкретно для меня. Итак, мне 32 года, если я не пользуюсь уходом, хотя такого не бывает, но тем не менее, если мне перестать пользоваться уходом, у меня кожа станет очень-очень-очень сильно сухой и обезвоженной. Поэтому в первую очередь я в своем уходе ищу то, что будет делать мою кожу сбалансированной, то есть как можно более приближенной к нормальному типу. Ни жирный, ни сухой, без чувства стянутости, и любой антиэйдж эффект, естественно, приветствуется. Первое и основное, что вам нужно знать об этом креме, это то, что он на основе муцина улитки. И действительно, это здесь не пиар-ход, потому что очень много корейских кремов, которые заявлены как крем на основе муцина улитки, на самом деле его там настолько ничтожно мало, что в принципе никакого эффекта вы от этого не получаете. Здесь же муцин улитки стоит на втором месте в составе после воды, то есть его здесь очень большое содержание, и если вы знаете, что муцин улитки для вас позитивно работает и классно работает, то вот это средство вам однозначно понравится. Вообще муцин улитки очень хорошо обновляет, регенерирует кожу, делает ее более яркой. Очень хорошо такие средства сочетаются с какими-то химическими пилингами, то есть если вы как-то воздействуете на вашу кожу, так что разрушаете верхние слои, то вот как раз муцин улитки очень классно дополняет такой уход, потому что быстрее кожа регенерируется, и у вас постоянно такое как детское лицо, то есть постоянно очень свежие слои кожи. Так вот, что касается его активных ингредиентов, то есть ингредиентов, которые находятся в самом верху списка, и которые действительно влияют на то, как вы будете чувствовать этот уход. Среди этих ингредиентов на первом месте вода, на втором месте муцин улитки, о котором я уже рассказала, дальше идет глицерин, ну глицерин в принципе используется, наверное, в 99% вообще всех увлажняющих кремов, и я, по-моему, кстати, вообще никогда не видела увлажняющий крем без глицерина в составе. Напишите обязательно в комментариях, встречали ли вы крем без глицерина. Также среди активных ингредиентов неоцинамид, он также известен как витамин В3, это водорастворимый витамин, который работает с природными веществами в вашей коже, он помогает работать с расширенными порами, улучшать текстуру лица, сглаживать морщины, работать с пигментацией, то есть делать ее менее заметной, помогает с тусклостью и ослабленной поверхностью кожи. Также среди активных ингредиентов масло ши, а это значит сразу питание, масло семян макадамии, также для того, чтобы питать кожу, и гиалуроновая кислота. Если честно, такой список активных ингредиентов встречается не так уже и часто, и у меня лично это вызывает огромный восторг, потому что я понимаю, что сразу везде я прикрыта, то есть с этим кремом я получаю и питание, и увлажнение, и регенерацию клеток, и все дополнительные бонусы от неоцинамида. Что же касается связывающих химических ингредиентов, то тут в принципе в начале списка это 5 компонентов, в основном здесь усилители текстуры, смягчители, цитиориловый спирт также есть в составе, но это хороший спирт, это неплохой спирт, он также нужен для стабилизации текстуры. Что касается менее активных ингредиентов, то тут их также достаточно много, это достаточно большой список, большая часть из них это разного рода экстракты. Среди них здесь экстракты клонии кавы, экстракт бурых водорослей хидзики, также в составе гидрогенизирующий лецитин, это форма восстанавливающего кожу лецитина, он может быть добыт как искусственно, так и из натуральных компонентов, например из яичного желтка, в составе также триголоза, это растительный сахар, который обладает увлажняющими свойствами для кожи, бетаин, бетаин, кстати, это очень классный ингредиент в составе крема, потому что он помогает коже справиться либо с излишком влаги, либо с его недостатком, то есть это тот компонент, который работает как раз таки над балансом вашей кожи. Еще в составе пантенол, это спиртовая форма витамина В, и он полезен тем, что он очень хорошо притягивает и удерживает влагу, подобно гиалуроновой кислоте. И опять-таки очень много я здесь вижу экстрактов, таких как экстракт корня шток розы розовой, экстракт листьев алоэ, экстракт центеллы азиатской, экстракт плодов мандарина уншиу, гидролизированный эластан, эластан это тоже очень хороший компонент для кожи, потому что эластан естественным образом находится у нас в коже, в основном, конечно, формулы создаются таким образом, чтобы заставить кожу естественным образом его продуцировать, нежели просто вот как бы загнать, потому что загнать практически невозможно. Также здесь теориновая кислота и аденозин. Аденозин это дрожжевой ингредиент, который работает как хорошее успокаивающее и восстанавливающее средство кожу. Аденозин также доказал свою эффективность в борьбе против морщин, потому что он активизирует поверхность кожи, делая ее более гладкой и молодой. Что меня тоже очень сильно порадовало, это то, что в составе этого крема я не нашла ни одного неплохого, ни спорного ингредиента, из-за которого у меня бы возникли какие-то опасения, что я этим не могу пользоваться, или я этим не хочу пользоваться. В общем-то, я считаю, что это просто исключительно хороший состав крема, а учитывая его стоимость, так это вообще, мне кажется, бриллиант без огранки, без огранки, потому что мало кто об этом бренде говорит, мало кто знает об этом креме, но вы теперь в курсе. Что касается того, что я заметила, когда я начала им пользоваться. Первое, что я заметила, это его текстуру, и вообще, в принципе, вот эта текстура, вы тоже посмотрите, насколько он тоже экономный, вот я сейчас отвлекусь немного от темы, потому что, опять-таки, два месяца я им пользуюсь. Здесь, кстати, 50 миллилитров, то есть это, в принципе, стандартный объем для крема, но его для того, чтобы на один раз нанести, его нужно, вот я, наверное, даже много взяла, вот, наверное, даже половину, вот это вот столько где-то приблизительно его нужно, и как, кстати, отличить крем с высоким содержанием муцина, это то, что он вот так вот тянется. Конечно, этого эффекта можно добиться и искусственным образом, но для этого мы и читаем состав, а здесь муцина улитки действительно в очень высоком содержании. Этот крем действительно очень сильно питательный и увлажняющий. Я убрала сейчас абсолютно все дополнительные сыворотки, дополнительные какие-то увлажнялки, потому что только этого крема мне достаточно для того, чтобы нанести его даже один раз в день, и на протяжении суток я вообще забываю, что такое чувство стянутости, чувство сухости кожи, мне не требуется какой-то дополнительный уход. Обычно я им пользуюсь вечером, потому что текстура этого крема немножко более плотная, то есть если я его нанесу прям непосредственно перед макияжем, то, наверное, это будет перебор, потому что ему нужно дать какое-то время, чтобы он впитался, приблизительно где-то минут 10-15 точно он будет впитываться в ваше лицо, поэтому я его люблю больше как вечерний уход. Если вы замечаете, что ни один уход вам полностью не выравнивает вот этот баланс влаги и жира, и у вас постоянно то чувство стянутости, то шелушение постоянно появляется, и нет вот этого приятного такого сбалансированного ощущения, я вам очень рекомендую попробовать этот крем, я думаю, что он вас очень приятно удивит. Ну что ж, а теперь самая приятная часть этого видео, а именно конкурс. Как я и говорила, у кого-то из вас появится шанс познакомиться с этой линейкой, у меня здесь и гидрофильное масло, и крем, и кто-то из вас сможет выиграть эти два средства, и для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, все, что нужно сделать, это сейчас посмотреть в описании под видео, там полностью все условия будут описаны, обязательно выполнить все эти условия, потому что я их проверяю, они там не просто так написаны. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и также можете посмотреть какие-то другие мои видео, которые вам сейчас рекомендует YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся очень скоро в моем новом видео.